всем привет меня зовут иван безруков я дизайнер интерьера руководитель дизайн студии градис и преподаватель в школе сурового практика я до сих пор продолжаю искать идеальный дом с идеальной планировкой и поэтому сегодня я буду рассматривать жилой комплекс ленина 8 от застройщика принцип и в этом видео я разберу четыре планировки однушку двушку трешку и четырёшку начну с четырёшки потому что у меня семья большая и я ищу большую квартиру но для начала давайте посмотрим что это за жилой комплекс такой ленина 8 на их сайте написано ленина 8 клубный дом премиум класса этот проект в самом центре екатеринбурга которым мы собрали лучше архитектурные решения и продумали детали чтобы обеспечить максимальный комфорт его жителей выглядит действительно на 5 баллов архитектура современная красивая комплекс состоит из нескольких зданий они разной этажности и это в общем то выглядит неплохо дальше идут планировки мы до них еще доберемся описывается концепция проекта большие картинки и визуализации домов выглядит действительно достойно мне архитектура нравится дальше описывается план и очереди строительства описывается что будет в этом доме фитнес-клуб с бассейном детский центр с бассейном интерьер холла представлен красивые помпезные но раз премиум дом то значит и холл должен быть соответствующий благоустройство и внутренний двор тоже выглядят неплохо самое главное нет вот этих вот детских комплексов из ядовитых цветов есть кусочки территории по отдельности выложенные на сайт и выглядит достойно мне нравится безопасности контроль доступа на этом останавливаться не будем доходим до квартиры здесь предложено несколько визуализаций вот мы дошли до самого интересного планировки планировки это слабое звено всех застройщиков чтобы они не говорили планировки оставляют желать лучшего и сегодня мы с вами посмотрим как с этим обстоят дела у ленина 8 что они пишут про себя планировки open space без отделки обращаю ваше внимание без отделки квартиры сдаются с планировкой open space без отделки и перегородок это важно для тех покупателей которые планируют заказывать дизайн проект квартиры где сами определят как лучше всего организовать пространство мокрые зоны санузлы друзья это очередные сказки про свободную планировку недавно своем инстаграме я уже писал про этих сказочников как они вешают лапшу доверчивым покупателям на уши рассказывая про свободные планировки особенно этим грешат менеджеры в отделах продаж я все подробно написал как это выглядит и что они рассказывают рассказывают что квартиры свободной планировки но это не совсем так друзья это все сказки свободных планировок не бывает научно доказано что их не существует у вас есть обозначенные мокрые зоны в квартирах есть зоны кухонь и смещать вы их не имеете права и еще много чего вы не имеете права просто об этом почему-то никто не рассказывает сегодня в этом видео я рассмотрю 4 планировки и мы посмотрим что можно сместить что нельзя сместить и действительно ли эти планировки свободные как об этом пишет застройщик и так я выбрал четыре квартиры четырехкомнатную трехкомнатную двухкомнатную и однокомнатную конечно вариантов планировок там много поэтому все разобрать не получится ну могу сказать сразу что все планировки которые представлены на сайте одинаковые убогие поэтому то что пишут на сайте не верьте этому это опять сказки жили-были дед да бабка шо опять бабка хоть бы раз дед с молоденькой пожил что пишет застройщик на своем сайте поскольку ленина 8 клубный дом премиум класса нам было важно разработать индивидуальные планировки они использовать типовые господи лучше по них и не разрабатывали потому что то что они на разрабатывали этаж ни в какие ворота не лезет так планировки делать нельзя и вы сейчас в этом убедитесь мы сделали более 30 видов различных планировочных решений чтобы у покупателей был выбор благодаря этому мы подберем такую планировку которая отвечает запросы конкретного покупателя и лучше всего подходит для его образа жизни ребята ни одна планировка которую я увидел на их сайте не подходит никакому образу жизни но если мы говорим про комфортную жизнь давайте разбираться почему первая квартира 4 комнатная я ее рассматриваю в первую очередь потому что у меня семья большая я ищу себе квартиру чтобы влезли все и с комфортом какое-то слово влезли не очень хорошие но глядя на эти планировки другое в голову не приходит здесь только влезть остается и так 4 комнатная квартира площадь 137 и 7 квадратных метров стоит 27 с половиной миллионов рублей ребята бешеные деньги давайте начнем со входа ну во первых когда мы заходим в квартиру такого размера прихожая должна быть соответствующая что здесь здесь прихожая 7 и 6 квадратных метров но эти квадратные метры делятся пополам потому что половину занимает гардероб лично я считаю что прихожая должна быть больше но раз нас пять человек в семье а здесь давайте посчитаем сколько спален слушайте как тут и спален то всего лишь две одна детская и одна взрослая не понял а почему квартира 4 комнатная странно но видите вот уже первая странность нарисовалась хорошо прихожая семь с половиной квадратных метров половину из нее занимает гардероб то что гардероб есть это очень хорошо но сама прихожая маленькая она должна быть больше раза в три примерно чтобы семья могла раздеться идем дальше первая дверь это ванная комната она четыре с половиной метра квадратных ну скорее всего и вообще здесь достаточно сделать гостевой санузел зачем здесь ванна и непонятно проходим чуть вперед и упираемся в детскую комнату 17 метров квадратных почему детская сразу при входе опять непонятно вообще-то в квартире первыми должны идти кухня и гостиная а уже потом спальна и детские комнаты идем дальше и мы попадаем в какое-то очень странное помещение которое делится каким-то коридорчиком пополам один закуток именно закуток это гостиная через которую мы проходим попадаем в кабинет и уже через кабинет мы попадаем в спальню родителей которые есть две гардеробные комнаты из которых мы попадаем в ванную комнату ребята но я бредове планировки не видел вообще зачем мне в спанию идти через кабинет это что за анфиладная такая планировка но извините мы уже как-то пережили историю с дворцами замками где мы из комнаты в комнату переходили мне зачем такая планировка мне она не нужна хотя кабинет безусловно мне будет полезен потому что дома я работаю но мне непонятно как работать в такой ситуации которую здесь предлагает мне застройщик за 27 миллионов но предположим я сижу за столом и общаюсь по скайпу и в это время за моей спиной проходит жена или кто-нибудь еще мне зачем такой кабинет нужен в нему единицы невозможно в нем невозможно сосредоточиться потому что он проходной но хотя может это будет мастерская в будущем в общем решайте сами друзья но я вернусь дальше в гостевую то есть со спальни это все понятно спальне есть гардеробная это хорошо в спальне есть ванна кстати ванна тоже странно здесь расставлена мебель она вроде бы большая 12 метров но какое-то очень странное расположение сантехники вообще застройщик славится странным расположением сантехники он ее всегда как-то так нелепо расставляют и каких-то малюсеньких размеров раковины всегда делает кстати вот здесь вот эти раковины малюсеньких размеров как них умываться мне до сих пор непонятно откуда они их берут почему они решили что у нас у всех должны вот такусенькие раковины стоять что это такое 140 метров квартира мне вот нафига вот такая раковина объясните мне пожалуйста я чет не понимаю что ли вот что или или вы на выставке не ходили по магазинам вы не ходили вы что нормальных раковин не видели что ли но кто будет в такой раковине мыться вы чё ерунду-то рисуете какую-то вообще у меня возмущение нет предела два гардероба абсолютно непонятной формы они маленькие ими пользоваться неудобно вот что в этих углах делать п-образное расположение шкафов что в углу как в нем хранить нет хоронить то можно в нем одежду а доставать ее как это очень неудобно ребята так делали нельзя вы вообще эргономику то учили нет почитайте еще раз книжечку если что могу ссылочку оставить как книжка называется гостевая зона друзья ну более нелепого расположения гостевой зоны я не видела если честно зачем-то кухня разделена с гостиной перегородка из-за этого гостиная стала 13 метров квадратных из-за этого в нем один диван поместился какой-то угловой почему опять угловой диван я понять ничего не могу зачем угловой диван угловые диваны большие надо ставить когда пространство большое чтобы он стоял свободно и красиво а когда вы угловой диван зажимаете в угол это кошмар дальше у нас кухня и столовая но здесь более-менее вроде вопросов нет кухня с островом и обеденный стол это хорошо и правильно ну а сейчас давайте о свободности планировки поговорим начну с ванной комнаты например если вы здесь захотите ванную комнату каким-то образом уменьшить увеличить или поменять форму то этого сделать не получится потому что мокрая зона четко обозначена вот она направо вы не можете увеличить потому что идет жилая комната справа за счет нее нельзя увеличивать мокрую зону наверх вы тоже не можете потому что там жилая комната ну и в чем свобода объясните мне естественно перенести ванную комнату вы тоже не можете ни в какую часть квартиры дальше мы получаем что спальню мы тоже никак сдвинуть и передвинуть не можем слева у нас ограничивающая стена мы единственное можем гардиобку чуть побольше сделать справа у нас балкон который мы не можем по закону присоединять квартире идем дальше гостиная в гостиной мы можем убрать перегородку между гостиной и кухней таким образом сделать общее пространство вот в чем свобода оказывается потому что более мы сделать ничего не можем с детской комнатой мы тоже сделать ничего не можем ее даже объединить с кухней если вдруг захотим не сможем потому что между ними несущая стена увеличить гостиную мы не сможем потому что слева у нас остается проходная зона гостевой санузел мы не сможем увеличить за счет коридора потому что через этот коридор мы ходим единственное мы сможем его уменьшить чтобы увеличить гардеробную прихожей и хоть как-то хоть как-то сделать чуть-чуть побольше прихожую о чем я уже говорил ранее поэтому объясните мне сказочники в чем свободность планировки но опять лапшу на уши вешаете доверчивым покупателям плохо это или нет да это нормально друзья такая ситуация на рынке ждать от застройщика хорошей планировки бессмысленно почему я ищу планировки да потому что я смотрю а что можно сделать с этой планировкой в дальнейшем можно из нее сделать комфортное жилье или нельзя вот что я смотрю а то что переделывать планировку от застройщика нужно это даже не обсуждается конечно нужно жить так он невозможно на мой взгляд на мой дизайнерский взгляд ну и на взгляд человека который изучает извините планировки на секундочку 7 лет 7 книги семинары обучающие курсы и так далее и так далее и это только по планировке включая книги по психологии которые касаются организации пространства включая книги по истории которые про организацию пространства понимаете поэтому я знаю о чем говорю и знаю какие нужно делать планировки поэтому я и делаю такие разборы чтобы вы хоть немножечко тоже стали разбираться и выбирать удобные планировки они вот такие и выбирать такие планировки в которых можно было бы сделать что-то хорошее Трехкомнатная квартира, 105 квадратных метров, стоимость 11 миллионов рублей Ну нехилая такая сумма, 11 миллионов рублей